На рынке отмечен рост беспокойства. Инвесторы опасаются угрозы глобальной рецессии из-за весьма агрессивных действий центральных банков, поднимающих процентную ставку. Перспективы роста мировой экономики под большим вопросом. Теперь трейдеры готовы покупать валюты не с большей процентной ставкой, а с сильными защитными свойствами. Так, основным бенефициаром сложившейся ситуации оказался доллар США. О том, как торговые стратегии будут меняться под влиянием публикации первой половины следующей торговой недели, обсудим далее. Вы смотрите календарь трейдера. Усиливают тревогу в настроениях инвесторов макроэкономические данные из Европы. В понедельник поток негатива продолжится новостями относительно состояния деловой среды локомотива европейской экономики Германии. Значение показателя, рассчитанного экспертами института IFO, продолжит снижение и, согласно прогнозам, окажется на четырехмесячном минимуме. Устойчива высокая инфляция и рост процентных ставок явно неблагоприятная среда для развития бизнеса, в условиях чего возможно ослабление позиций евро. Признаться, среди развитых стран немного тех, кто может похвастаться благоприятными условиями для развития экономики. К ним, к примеру, можно отнести Японию и Канаду. В отличие от Японии, где процентная ставка остается неизменной и со знаком минус в поддержку местному бизнесу, в Канаде Центробанк все же пытается следовать примеру американских коллег и поднимать ставку. Не столь агрессивно, конечно, но все же. Банк Канады делал паузу в подъеме ставки на несколько месяцев. И в апреле мы увидели возобновление роста инфляции. Но в ходе своего последнего заседания Банк Канады все же принял решение еще немного поднять ставку. И теперь эксперты предполагают, что такой шаг, по сути, может вернуть тенденцию на замедление инфляции до 3,4% годовых. При этом показатель будет все еще меньше целевого уровня в 2% годовых. А значит, скорее всего, Центробанк страны кленового листа сохранит намерения подъема ставки. И канадский доллар на этом фоне может отыграть некоторые позиции у доллара США. Высокие ставки, конечно, позитивны только для спекуляций на валютном рынке. Валюты в ожидании ужесточения монетарных политик растут. Но вот экономика никаких бонусов от этого явно не получает. Подтверждение тому макроэкономические данные. И во вторник готовятся к публикации данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в Соединенных Штатах. Прогноз спад на 1%. При этом стоит вернуться к апрельским данным и отметить, что там тоже был бы спад, если бы не резкий рост объема заказов на самолеты военного назначения. Рост составил ошеломительные 32,7%. И этим компенсировал падение по стальным сегментам. Посмотрим, как будет распределена динамика в мае месяце. Но вернемся к теме процентных ставок Центробанков. Как и Банк Канады, Резервный банк Астралии тоже делал непродолжительную паузу в подъеме ставки. Но возврат к ужесточению, как мы можем судить по макроэкономическим данным, пока никак не оправдывает себя. Инфляция не то, что не начала замедляться, но даже наоборот усилила рост с 6,3% до 6,8% годовых. Хотя эксперты предполагали, что в мае все же получится увидеть замедление до 6,1%. Рынкам очевидно, что влиять на темпы инфляции Центробанком надо как-то иначе. Ведь повышенная ставка не гарантирует замедление роста цен, но уж точно гарантирует ухудшение деловых настроений и снижает потребление. Все отчеты фиксируют, что население предпочитает не тратить свои сбережения. К примеру, немецкая группа исследователей JFK сообщает о том, что индекс потребительского климата в Германии остается на уровне весны 2020 года, периода начала пандемии. О том, как будут развиваться события на финансовых рынках, вы узнаете из наших информационных видео на канале ИнстаФорекс ТВ. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!